всем добрый вечер всем добрый вечер у нас с вами предпуримская встреча следующая среда у нас уже пурин и в этом году ведь у нас такой непростой год хотя начать хотелось с того что после пожелать мира всем мир ситуации которая сейчас происходит в этой военной ситуации то что казалось совершенно немыслимо еще буквально две недели назад это был абсолютно немыслимо стало к сожалению реальностью давайте давайте будем молиться и мечтать и надеяться что к пуриму на следующей неделе у нас будет намного более хорошие новости намного более благополучные новости для украины для всего мира на самом деле это очень важно ну если мы все-таки говорим о истории пурима и мысль я думаю немножко привяжем это к современному нашему контексту сегодня поговорим о том как пурим на самом деле учит нас побеждать ведь по большому счету история пурима эта история победы вообще если посмотреть на это с точки зрения классического еврейского анекдота знаете классическая еврейская американская шутка что все еврейские праздники они о чем они они хотели нас убить мы победили теперь давайте есть но в случае пурима это еще теперь давайте пить да и пурим на первый взгляд ну такой настолько простой праздник ну все там просто все вообще просто вот так а на самом деле пурим в каком-то смысле это самый интересный самый загадочный самый сложный еврейский праздник и если мы с вами говорим о пуриме начать можно хотя бы опять же шуточного такого казалось бы шуточного коммента который принадлежит на секундочку одну и сам одному одному из самых наших известных каббалистов аризалю который говорит что пурим как в торе называют йом кипур самый наш святой день он то ли назван йом-ха-ки-пурим кино иврит это как получается говорит аризаль что йом кипур это день который как пурим как пурим потому что на иврите если буквально прочитать йом-ха-ки-пурим день как пурим получается что пурим это вообще говоря самый крутой праздник и когда ты читаешь в этом есть элемент гротеско в этом есть элемент какой-то иронии сарказма может быть даже да и вся история пурима по сути если мы с вами посмотрим вот мы сейчас живем в эпоху которую принято называть эпохой постмодерна по сути пурим это совершенно постмодернистская история который только в конце исторического цикла мы начинаем вот сейчас подходя к пуримскому рассказу только сейчас мы начинаем понимать все элементы того что там происходит насколько они вообще говоря отражают суть происходящего сегодня в нашей с вами жизни мы с вами два года назад праздновали пурим еще совершенно нормальной обстановке на поле мы с вами одеваем маски мы эти маски одели два года мы с вами не снимаем друзья это пурим который с нами каждый день смотрите что происходит сейчас ну кто мог предположить война который не было со времен второй мировой на так таких событий не было в европе да ну кто мог предположить на балканах то все-таки немножко дальше от нас и наверное все таки не те масштабы хотя будем надеяться что здесь все закончится скоро смотрите ариза говорит казалось бы шутку а вся история пулема посмотрите какая интересная здесь вещь мы говорим о том что нас практически чуть не уничтожили но если мы с вами читаем пуримскую историю это по сути комедия она развивается в жанре комедии все события там представлены в виде такой какой-то гротескный такой да как почти такой шутливой историей даже сам факт практического уничтожения евреев там не представлен виде какой-то трагедии потому что как бы изначально понятно что это в нужный момент все перевернется ключевое слово пуримской истории это на афоку все наоборот все наоборот это очень интересно вот если мы с вами рассмотрим события пурима через призму ключевой истории которая там происходит и тут мы опять же вспоминаем еще одну вещь очень интересную вещь что единственная книга у нас 24 книги в танахе единственная книга танаха где ни разу не упоминается имя бога это книга эстер само имя эстер это персидское имя как и праздник пулем это не еврейские имена эстер это просто персидское имя переводится как звезда но когда мудрецы талмуда спрашивают а где в торе есть намек на эстер они говорят когда всевышний говорит я сокрою свое лицо а на хи астер астер и панай я сокрою свое лицо испулем эта история того как всевышний скрывает свое лицо от нас его не видно как бы не присутствует и действительно пулемскую историю можно прочесть как просто историю огромного количества случайностей которые случайным образом случайным совершенно образом как-то вырисовывается в какую-то почти комичную историю и на первый взгляд это полная комедия но за этой комедии как за теми масками которые мы с вами одеваем на пулем скрывается колоссальная глубина центральный наверное момент пулемской истории когда все переворачивается помните когда уже разосланы письма об уничтожении евреев его величество император подписал царской печатью разосланы во все 127 провинций огромный империя хашвироша дата избрана час назначен ну одна проблема амана мэрдыхай который отказывается поклониться и аман возвеличен до уровня главного визиря он хвастается своим величием всем и говорит все что у меня есть от ничего мне не стоит пока вот амар дыхай еврей не уничтожен и говорят и моего друзья в чем проблема аман вот у тебя дерево тут повесь ты его на виселиц прекрасная идея дерево подготовлен осталось только получить разрешение его величество императора и в ту самую ночь интересно почему аман решил пойти ночью очевидно что ему настолько было не мог он выдержать настолько ему эта мысль о том что мэрдыха еще не повешен не висит на виселице ему не давала покоя видимо заснуть не мог и пошел он ночью так сказать да в царский двор и тут опять же смотрите какое случайное совпадение его величество император не может заснуть но когда не может чак заснуть что делает ну в россии нам сопромат читали да тут читают соответственно царские хроники читают царские хроники открыли опять же случайно на той самой странице где тот самый мэрдыхаи спас его величество императору жизнь разоблачив какой-то там заговор придворных и спрашивает ахашвирож а что сделано было мэрдыхаи за это ничего не было сделано никак не наградили чак и наградить не хорошо получается спас жизнь императору а кто у нас во дворе оказывается алман и спрашивает его величество императора алмана тот знаменитый вопрос что сделать человеку которого царь хочет возвеличить и конечно аман подумал кто как не я кого же еще возвеличить кстати ошибка всех злодеев парадоксально да люди часто спрашивают как так а что это совершенно неразумно кто чего вдруг начали эту войну с какой очень часто вот такие просчеты бывают и кого как не меня ну кто еще вообще и выдает так сказать знаете очень часто человек выдает своими словами свои так сказать внутренние помыслы свои желания подлинные человек что он просит которого царь хочет наградить возвеличить корону царскому на голову царский кафта на него который только царь одевает и посадить на царского коня на котором только царь имеет право ездить и пусть глашатая выходят и пусть кто-то из придворных ведет коня и глашатый так сказать при люди провозглашают так поступаю с человеком, которого царь хочет возвеличить. Ну, Ахашвирош наверняка знает придворные интриги, он знает, что Аман терпеть не может Мэрдыхая. И он, наверное, с таким скрытым злорадством говорит, прекрасно, Аман, прекрасно. Не упусти, он говорит, ни одной вещи из того, что ты сказал, ничего не упусти. Вот все, что сказал, все сделай, Мэрдыхая. Кому? Мэрдыхая, ну ты все правильно услышал, Мэрдыхая. Еврею, да, да, вот этому. Да, ему. Да, да, все правильно, Аман, и ты будешь вести лошадь. Ведь должен быть знатный какой-то, так сказать, придворный. Ну, кто у нас более знатный, чем ты? Ну, ты будешь вести лошадь. И вот в этот момент, казалось, вот уже все. Письма уже разосланы. Осталось только получить небольшой ростчерпера, чтобы Мэрдыхая повесить. И в этот момент Мэрдыхая оказывается на коне. Причем в буквальном смысле этого слова, на коне. А Аман оказывается ведущим эту лошадь. Несчастным, да, так сказать, убитым. И дальше начинает его падение. И это падение уже не остановить. Очень интересный современный комментарий. Вопрос, который возникает. Мы видим, что Эстер, которая в этой истории тоже таинственным образом появляется. Смотрите, еще один парадокс. Книга Пурим полна парадоксов. Здесь этот поворот судьбы совершенно неожиданно на 180 градусов. Все повернулось, как мы видим. И, казалось бы, чистая случайность. Но мы видим, там собрано большое количество случайностей в этой истории, да. Как Эстер оказалась царицей? Парадоксальным образом, то, что еврейка оказалась царицей, которая в итоге приведет нас к спасению, это во многом тоже результат действий кого? Амана. Как, спросите вы? Ну, конечно, потому что кто дал совет его величеству императору, когда он, так сказать, по пьяни, решил, чтобы его жену императрицу в весь, так сказать, честной лют увидел. Какая она красивая. А его жена императрица была из царского рода. Еще, так сказать, вавилонского. Она посчитала, что это такое за мужланство. В какой-то стати я буду себя демонстрировать каким-то простолюдином. И отказалась. И тут Аман, один из знатных вельмож, дает хороший совет. Он говорит, ну, если так будет продолжаться, если у нас не будет домостроя, не будет соблюдать наши законы, то в каждом доме женщины вообще будут чувствовать себя. Феминизм начнется. Вот вообще что такое? Начнется феминизм, начнется вообще непотребство какое-то, да? Это ужас. Поэтому надо четко здесь показать, кто в доме хозяин. Скрепы. Скрепы. Совершенно точно. Скрепы и опоры. И смотрите, что происходит. Аман, в итоге, его совет был услышан. Он становится главным визирем. Но парадоксальным образом в результате действия Амана Эстер теперь становится императрицей. Там мы помним, опять же, казалось бы, случайная цепочка обстоятельств. Ахашвирош решает выбрать себе наиболее достойную методом, так сказать, конкурса красоты и отбирает Эстер. Никто не знает, что она еврейка. Тоже, видите, войной сокрытие. Ее имя Эстер означает, как мы уже выяснили, на еврейке сокрытие. Всевышний скрывается, и она скрывается. Тут все скрываются. Все в масках. Никто не знает, что она еврейка до последнего момента. И вот здесь интересно, она почему-то, как мы помним, когда находится во дворце, очевидно, во дворце не знают новостей. Интернетом она не пользовалась. Новости она не знала. Мордыха ей сообщает, через гонца, как мы помним, о том, что разосланы письма уничтожить евреев. И говорит, тебе нужно действовать. Как мы помним, она не очень готова изначально действовать. Она говорит, все знают, что есть простой закон. Если человек не позван ко двору, и он является перед царем, и тот не протянул свой стипетр, то все. Это виселица. А меня уже, так сказать, не звали какое-то время. И говорит Мордыха ей очень интересные слова. Он говорит, не думай, не думай, даже не думай, что все в данной ситуации зависит исключительно от тебя. Если ты не сделаешь то, что ты должна сделать, спасение придет к евреям из другого места. Вот это человек веры. Не говоря, кстати говоря, не произнося имя Бога. В этой книге имя Бога вообще не присутствует ни разу, как мы сказали, да? Но из другого места придет. То есть, очевидно, на тебе мир клином не сошелся. То, что должно произойти, в итоге произойдет, а должно произойти обязательно что-то хорошее в нашей истории, потому что у нас есть вечный союз творцов. А ты в этой ситуации можешь сыграть свою роль. Ты можешь быть королевой, буквально в смысле слова. А можешь даже не быть пешкой на шахматной доске. Это твой выбор. Твой выбор именно в этом. Кем ты будешь в этой партии, которая сейчас разыгрывается? И тогда она просит, чтобы за него постились, как мы помним, это наш пост, который мы постимся перед Пулемом. И дальше, что интересно, она не говорит напрямую. Смотрите, тут все напрямую, ничего здесь не происходит. Казалось бы, да, вот приди, попроси напрямую, скажи, его величество императора. Такая ситуация сложилась. Понимаете, я, пятый пункт, еврейская национальность у меня, я попадаю под, так сказать, под раздачу вместе со всеми членами нашей замечательной общины еврейской. По указу, который вы, ну вот она могла не говорить, который вы подписали. Поэтому соблаговолите все-таки вашу императрицу и весь ее народ. Ничего подобного она не говорит. Она говорит, если угодно будет императору, пусть он и Аман, ну понятно, Аман второе лицо, государства придут на пир, который я им устроил. И вот смотрите, на первом пиру не происходит вообще ничего. Интересный вопрос. Кроме пира, собственно, да. Здесь сидят и пьют. Кстати, тема пира, очень интересно, как она раскрывает в истории происходящих событий, каждый пир является каким-то знаковым очень таким моментом, который отражает ту или иную точку перехода в этой истории. Это очень интересно. Но, сейчас мы об этом говорить не будем, чтобы не затягивать, но вопрос, почему нужно было второй раз приглашать на пир, почему нельзя было хотя бы уж на первом пиру все четко сказать, как есть. Говорит Сохачев, очень интересный, очень интересным образом связывая это с Бальфурской декларацией. Мы помним, что в 917 году правительство Ее Величества, Британского Величества, пишет письмо, которое адресовано Ротшильду и сионистской организации, что Her Majesty's Government правительство Ее Величества будет благосклонно воспринимать создание еврейского национального дома в Палестине. Еще до того, как Аленби войдет в Иерусалим, Аленби войдет в Иерусалим, это будет праздник Хануки, его будут встречать как освободителя, как Маковея, потом отношения с англичанами будут существенно хуже, но тогда это было именно так. И Сохачевр говорит очень интересную вещь про Бальфорскую декларацию, начиная с истории здесь, с истории книги Эстера. Он спрашивает вопрос, почему нужно было второй раз приглашать на пик. И дает очень интересный ответ. Он говорит, Талмуд говорит нам следующую вещь, что когда у злодея удача, злодею улыбается удача, шамисахетит лоб, бесполезно, так сказать, вступать с ним в конфликт. Ничего не получится. Это неправильное время. Вообще у нас удивительная чувствительность у евреев, удивительная чувствительность ко времени. Знаете, Авраам Мэшел в свое время сказал, что главная наша святость, это не святость места. У других народов есть какие-то там церкви, соборы и так далее. У нас, конечно, был храм в Иерусалиме, но сегодня уже сколько лет мы без храма в Иерусалиме, но наша главная святыня это шаббат. Святость времени. Святость времени. У нас удивительная чувствительность ко времени, уверены. И это очень интересно. То есть время это главное, так сказать, если хотите, наше связующее звено, нас и Всевышнего. Все происходит во времени. И поэтому когда у злодея, вот он находится на пике своего величия, могущества, бесполезно так сказать, с ним пытаться иметь дело, что нужно сделать? Нужно подождать. Всему свое время. Всему свое время. И смотрите, что происходит между первым и вторым пиром. На первом пиру Аман все еще на пике своего могущества. Он возвращается, рассказывает, хвастается всем, какой он замечательный и великий. И что даже никого не пригласили на этот пир, кроме как его, ну и императора, конечно, и он. И больше никого нет. То есть он на пике своего величия. Между первым и вторым пиром происходит начало его падения. Это та самая ночь, когда он уже готовый, так сказать, практически уже слунки текут, уже практически вид, он мордыхая на этой виселице. Выясняется, что его ему отведена роль конюха. Ему придется вести и так сказать, да. Под уздой эту лошадь. И вот здесь, когда начинается выпадение, сразу, вот очень интересно, написано «Веевагалуэтаман». То есть буквально за ним нужно было бежать, потому что он только успел вернуться с этого очень неприятного для него эмоциона, так сказать, выступить в роли конюха. Он только вернулся домой, поджав хвост, и тут же ему уже стучат в дверь, что нужно на пир идти. А он весь, можно сказать, буквально физически, морально, да, эмоционально убит. Не знаю, успел ли он переодеться. Душу он успел не успел принять точно, потому что времени не было, его уже ждали, гонцы, во дворец нужно. И он в этом состоянии своем подавленном отправляется туда, на второй пир. И вот здесь Эстер наносит решительный удар. Причем Аман абсолютно не подозревает. Никто не знает, что Эстер еврейка. Никто не имеет ни малейшего представления. Здесь вся эта история, смотрите, как здесь, к этой истории можно же подойти очень с разных точек зрения. Вы знаете, что в наше время есть политический комментарий на книгу Эстер, написанная некто Йором Хазони, очень интересная, кстати, книга. Всем рекомендую прочитать. Называется «Рассвет». Нет русского перевода по-английски. Есть более новое издание, не помню точно, как названо. Но это политический комментарий на книгу Эстер, потому что действительно в этой книге очень много дворцовых интриг, политики и так далее. Но, конечно, в этой книге очень много мистики. И в этой книге в каком-то смысле очень много фарса и комедии. В том самом смысле, в котором говорят философы по эпоху постмодерна, что наша с вами эпоха это все игра. Абсолютно все игра. Все становится игрой. Нам показывают войну по телевидению. Но это началось еще с Иракской войны, когда все вживую показывалось. А сегодня у нас еще к этому добавилось еще одно измерение. У нас есть фейк-ньюс. И сегодня, смотрите, какое количество фейков распространяется. Никто уже не знает, где правда, где ложь. В головах большого количества россиян, которые смотрят первый канал, совсем другая война. Она очень сильно отличается от той, которая в головах у людей, которые смотрят другие новости. Понимаете, те, кто смотрит Соловьева, который, кстати, вчера был подавлен почти как Аман. Я посмотрел немножко его, я был просто удивлен. Соловьев был практически как Аман вчера. Абсолютно был убит. Я такого Соловьева давно не помню, честно говоря. Со времен вечернего мудозвона. То есть, в общем, практически сегодня у нас с вами есть много разных альтернативных версий. И супермаркет идей фабрикуют. Пожалуйста, употребляйте в пищу. История, которая здесь происходит, она очень современная история. Потому что здесь очень много разных историй. И когда Аман оказывается на этом перу, в его глазах та пресса, которая у него была до этого, все то, что он знал о происходящих событиях, вообще никак не предрекали такого печального конца. Ну, практически как и кузнечика. То есть, ну, вообще никак не предрекали. То есть, ну, казалось, абсолютно нелогично, но ведь все так хорошо шло. И тут неожиданно он оказывается конюхом. И буквально он даже еще не успел от этого, он не успел практически душ принять. Он не успел отмыться от этого позора, он не успел отмыться. И он оказывается на перу, где он уверен, ну, здесь-то он уж точно покажет свое, так сказать, подлинное аммания лицо, он второй человек в империи. А его, вообще говоря, ставят буквально физически, прижимают к стенке и говорят, вот этот мерзавец хочет уничтожить меня и весь мой народ. Ну, и тут, конечно, сразу находится доброжелатель. Обратите внимание. Да, то есть, там было большое количество людей, как всегда, в любой ситуации каких-то вот таких дворцовых конфликтов, переворотов. как только он упал, дальше кто-то найдется, кто обязательно подставит ножку, чтобы он, не дай бог, не стал снова. Подходит кто-то из придворных и говорит там, между прочим, его величество, обратите внимание, что во дворе того амана стоит дерево, приготовленное для виселицы Мурдыхаю, который хорошо говорил об императоре и который спас ему жизнь. Ну, тут все. Тут император, конечно, мы видим, что он человек настроения, у него гнев и дерево уже стоит оно уже приготовлено, ничего делать не нужно, талуала, просто повесьте его на это дерево. И вот здесь главная ирония, опять же, смотрите, он же приготовил, условно говоря, не рой другому яму, да, он же приготовил это дерево для кого? Как выяснилось, для себя он его приготовил, вы понимаете, он приготовил это дерево для себя. И вот здесь раскрывается одна из самых интересных Таймпуримской истории. Очень интересная книжка, Севтейхайм, Раф Фридендер говорит следующую вещь. У нас написано, что с приходом мессианской эпохи, с приходом Машиеха, все праздники будут отменены, кроме Пурима. Опять же, парадокс, смотрите, Пурим вообще у нас, казалось бы, такой шутливый, вообще праздник, веселый, почти ни о чем, посмеялись, выпили, еще так нажались, чтобы не отличать, так сказать, благословен, мордыхает проклят оман, а тут такие тайны глубочайшие. Все праздники, все праздники будут аннулированы с приходом Машиеха, кроме Пурима. Кроме Пурима. Почему? Что есть такое в Пуриме? Что есть такое в Пуриме? В чем, так сказать, чудо Пуримской победы, которое остается с нами даже после прихода Машиеха? То есть там есть что-то, что нужно нам, так сказать, до самого конца истории. Все праздники связаны с исходом из Египта. Что, по поводу Хануки? Есть, есть, есть мидраж, который говорит про Ханаку тоже, да, но в данном случае он цитирует там, где написано только про Пурим. Есть место, где про Ханаку тоже говорится, но идея, в общем, на самом деле, идея примерно такая же, что библейские все праздники наши, которые у нас есть, они все связаны с исходом из Египта. Есть пророчество, которое говорит о том, что грядущее освобождение, там будут такие великие чудеса, что по сравнению с ними то, что было во времена исхода из Египта, оно померкнет. И в ту историческую эпоху это уже будет как бы на втором плане, будет не так важно. Это даже ни в Песах, ни в Шивот, ни в Сукот. Что раскрывается в Пурим? В Пурим раскрывается то, что зло на самом-то деле. Зло. Причем мы имеем дело с Амалеком. Современная наша история Амалека, это, наверное, только Гитлеров. То есть вот такое зло, которое прямо вот оно концентрированное, неразбавленное зло. Undeluted, что называется, да? На самом-то деле, само того, он не ведает того, абсолютно. Оно не ведает, что творит. Оно уверено в том, что оно делает все как нужно, положено, по злому, по полной программе. Приводит к реализации божественного замысла. В этом великая тайна. Говорит об этом Рабмой Шихаем Луцата. Рабмой Шихаем Луцата написал очень интересную книгу. Вы читали Дарья Хашем, он написал еще одну книгу, которая называется Даат Твунот. И в книге Даат Твунот Рабмой Шихаем Луцата говорит следующее. Он говорит, что есть на самом деле два способа, которым Всевышний управляет этим миром. Один, более-менее понятный, известный. И это, так сказать, фундамент практически всех религий. Об этом говорят, а это широко известно. Второй, скрытый. То, что известно, это закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Принцип награды и наказания. Это связано с нашей свободой выбора. Это вещь, которая работает, но это не является глубинным замыслом Творца. А глубинный замысел Творца, не стар, то, что остается сокрытым, состоит в том, что все идет к единству. Абсолютно все, что в этом мире происходит, ведет к абсолютному фундаментальному единству. И получается, что присутствие Творца парадоксальным образом раскрывается через уничтожение зла, через самоаннигиляцию зла, как мы видели на примере Амана. Ведь он дерево, может никто не говорил, он сам это дерево подготовил, чтобы его на нем повеситься. Понимаете? Ну, он, конечно, так не думал, но оно же так произошло. Смотрите, какой здесь юмор, какая здесь ирония. Постмодернистская ирония. Понимаете? На фуку все перевернулось на 180 градусов. И само название праздника, оно именно об этом, потому что праздник называется, как мы помним, по-персидски. Пур – это жребий. Пурим – это жребий, и его жребий обернулся нашим. Есть красивый миндраж, который, опять же, связывает теперь уже историю Пурима, с тем, что происходило во времена Холокоста. Медраж говорит о том, что хотел сделать Аман. Он хотел уничтожить еврейский народ и сделать праздник уничтоженной расы и дать ему красивое название на уничтоженном языке иврит. Праздник бы назывался Гор-Алот. Гораль на иврите – это жребий. Праздник жребьев. Праздник жребьев. Был брошен жребий, и вот произошло то, что произошло. Все перевернулось наоборот. И поэтому праздник называется по-персидски. Понимаете? Теперь смотрите, как интересно. Вы знаете, что Гитлер планировал в Праге создать музей уничтоженной расы? Парадоксальным образом, почему-то это не так широко известно, но это факт. Собирались еврейские артефакты, Сифрей Тора, Ханукиот и разные другие наши еврейские артефакты. Евреев уничтожали. Мы знаем, что Ванзельская конференция была в 1942 году. Этот музей готовили к концу войны, его готовили в 1943-1944 год. В Праге, со всей Европы в Прагу собирались эти артефакты. То есть, евреев должно было уже не быть. Люди бы приходили, смотрели бы на вот эти вот все артефакты и по замыслу создателя этого музея это вот прям практически совершенно, смотрите, вот прямо копий-пейст. Вот абсолютно. Замысел Ламана здесь во всей красе. Я уж не говорю о том, что вы наверняка знаете, опять же, казалось бы, совпадение. Нюрнбинский процесс 1946 года. 10 повешенных. Должны были казнить 11 человек, но один из них покончил жизнь самоубийством. А сколько у нас было повешенных сценарий Ламана? 10. Более того, и это было в статье, я не помню, то ли в Нью-Йорк Таймс, какой-то американской газете. Один из них выходит, смотрит в глаза судей и говорит, Пурьям 46-го года. Пурьям 46-го года, он говорит этим людям. Понимаете? Это парадоксально. Я не помню, кто из них. Не помню, не буду говорить, но во всяком случае это можно проверить. Check it. Google it. Спросите у самого образованного раввина нашего поколения, Рэбэй Гугл. Он найдет вам ответ на этот вопрос, он покажет, где это и кто это. Но посмотрите, какая вообще здесь история, которая раскрывается нам. Казалось бы, ведь Пурьям такая, дети любят этот праздник, это любимый детский праздник. Все понимают, что это такое. Когда мы начинаем копать, мы выясняем глубочайшие вещи. Я тут приведу вам еще один пример. Такая заповедь, которая, казалось бы, противоречит всему, что мы делаем. Пурьям каждый должен напиться, хая винишли в суме бепурая, адело еда бен барух. Да столько человек должен напиться, чтобы не различать между благословен Бардыха и проклятама. Что это за история такая непонятная, да? Вот я начал говорить об этом. Глава Ишивы Хамберлин, один из учеников Альтера и Слободки, очень интересный наш современный еврейский мыслитель, Равутер, говорит очень интересную вещь. Мы ограждены, как сказать, от великого света присутствия Творца некими фильтрами, которые у нас с вами есть. В этом мире есть большое количество фильтров. Потому что, если бы этих фильтров не было, мы были бы не в состоянии, наш интеллект, наш разум был бы не в состоянии воспринимать информацию. И поэтому, когда мы воспринимаем информацию в этом мире через разум, через наш интеллект, очень многие вещи фильтруются. И поэтому, по сути, мы никогда не можем прийти к подлинному пониманию истины. есть лишь одно исключение. Мы с вами находимся, условно говоря, в мире дуальности. В мире, где добро, это добро, зло, это зло, это правильно. Это то, как мы функционируем в этом мире. Но в мире абсолютной истины, в мире Творца, зло, как мы уже выяснили, оно тоже реализует, само того не понимая, реализует замысел Всевышнего. И когда мы с вами напиваемся, мы понимаем, что благословен Мурдыхай и проклят Аман, это две стороны одной и той же медали. Это как монада. Это две стороны одной и той же медали. Понять это разум невозможно. Гематрия, числовое значение одного и другого одинаковое, говорит Виленский Галу. Можно посчитать. То есть получается, что тот самый Аман, который это дерево подготовил, на нем себя повесил. И в этом чудо. При этом, смотрите, еще одна интересная вещь. Говорит Арбхайм Фридлендер. Вопрос задает наш самый великий рационалист, который был большим рационалистом, чем даже Маймани, чем даже Раммам. Это Гершанит, Ралбак. Он вообще не принимал никаких чудес. Все истории с чудесами он объяснял всегда исключительно по науке. И за что был нелюбим многими нашими мистиками, каббалистами и прочими нашими интересными мудрецами. Но Ралбак задает очень интересный вопрос. Он говорит, вполне в духе своей теологии, он говорит, а в чем вообще смысл чудес? Ведь Всевышний сотворил этот мир так, что есть причина следственной связи. И получается, они нарушаются в результате чудес. Получается, Всевышний не раскрывает свое присутствие никак. Он демонстрирует, что то, что он устроил в этом мире, недостаточно. Нужны какие-то там исключения чудеса. Мораль, которая придерживается совершенно другой, мистической позиции. Говорит Ралбак, ты прав. Ты действительно прав. И поэтому эпоха сокрытия лица, эпоха скрытых чудес, которые выявляются только если очень внимательно посмотреть. То есть там вроде никаких чудеса нет, а там все сплошные случайности, вероятности, там можно прочитывать. Но читаешь книгу, имени Бога там нет. Чек. Чудес нет. Чек. Все нормально, естественно, натурально, как в обычной жизни. И как говорит нам Мальмин, события истории Пури мы развивались в течение 10 лет. То есть те, кто там находился, они бы вообще могли не проследить этих закономерностей, они даже бы их и не увидели. Все как в нашей жизни. То есть чудо, оно настолько маленькое, что его нужно там под микроскопом разыскивать, рассматривать. В каком-то смысле в этом-то и есть главное чудо. Говорит Маарай. Главное чудо как раз и состоит в том, что Всевышний управляет этим миром, вот этим самым способом, когда мы даже не замечаем, не видим, не слышим, но это происходит. Так есть знаменито пророчество о том, что Ильяу, как мы помним, ему является Всевышний. Сначала там у нас гром, но не в громе Всевышний. Молния, не в молнии Всевышний. А в чем же Всевышний себя проявляет? Коль Дмама Дака. Непереводимый еврейский фольклор. Коль это голос, Дмама это тишина, молчание, безмолвствование. А Дака это тонкое. Голос тонкой тишины, голос тонкого безмолвствования. Это очень красиво. То есть этот голос, его невозможно услышать, пока что-то его заглушает. Нужно очень прислушиваться, чтобы его услышать. Но это есть самое большое, самое колоссальное раскрытие присутствия Творца в этом мире. Оно происходит с нами постоянно, каждую секунду. Просто нужно очень быть внимательным, чтобы прислушаться, чтобы его услышать. Посмотрите, что происходит в нашем мире сегодня. Я очень надеюсь, что к Пуриму мы увидим и поймем, потому что понятно, что находясь в центре событий, которые происходят, мы не понимаем. Нужна совершенно другая точка. Как Есенин, кажется, сказал, лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Нужно какое-то определенное расстояние, чтобы мы смогли оценить и понять смысл событий, которые происходят сегодня. Но совершенно очевидно, что мир меняется на наших глазах. Причем меняется быстро. То есть, когда Аризайль много-много столетий назад говорил о том, что время перед приходом Машеха, вот эти вот цивилизационные циклы, они будут все короче, 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 эти витки истории будут короче, короче. Получается, за одну человеческую жизнь мы будем проживать то, что где-то 500-600 лет назад занимало столетие. И мы с вами свидетели смены эпох. В очередной раз. И может быть, свидетели вообще колоссальной трансформации, которую затронет вообще весь мир. Она уже затронула весь мир. Мы просто пока еще не очень понимаем, что это означает, что мы два года, у нас два года пули, мы ходили два года в масках. А сейчас у нас война в 21 веке в Европе. И смысл этого мы не понимаем. Каждый, кто думает, что он что-то понимает в сегодняшней ситуации, я думаю, что он не очень умный человек. Ну, так вот, глобально. Потому что умные люди сегодня понимают, что события эти еще, им предстоит еще раскрыться. И, кстати говоря, градус, направление и к чему все это приведет, во многом зависит от каждого из нас. Потому что эпоха перед приходом Машеха, как говорят нам мудрецы, в отличие от того, что происходило в Египте, когда были явные чудеса, нас вели за ручку, как маленьких деток. Как говорят мудрецы, языком кабалы, так сказать, это называется «терерута де леэла» «пробуждение сверху». «Пробуждение сверху». Эпоха наша, Всевышний все больше и больше скрывает свое лицо, потому что мы все больше и больше взрослеем, нам все меньше и меньше нужны чудеса. И наша роль в истории все больше и больше проявляется явно. И это будет пробуждение снизу, это будет наше пробуждение. То есть в какой-то момент мы дозреем, может быть, ценой каких-то очень серьезных пинков цивилизационных, которые мы уже видим, может быть, очень жестких пинков. Мы дозреем до понимания того, что вообще говоря, мы, это не то тело, которое скрывает что-то там внутри непонятное, что называется душой. А мы это прежде всего душа, а тело наше, как говорят каббалисты, это вот как костюм. Это что-то абсолютно внешнее. И вот эти процессы, они уже запущены, друзья, мы уже часть этого времени. Эти процессы уже пошли. Помните, как Горбачев говорит, процесс пошел. Мы с вами часть этого. И в каком-то смысле сегодня, возможно, наш выбор в нашей собственной жизни важнее, чем когда бы то ни было. Мы просто еще не до конца это понимаем. Смотрите, уже даже старушка Европа проснулась, Украина пробудила. Сейчас миллионы украинцев пробудет Европу, которая заснула, которая уже практически уже смирилась с тем, что она уже гериатрический период впала. Спячки. Предсмертный. И тут неожиданно, смотрите, я уж не говорю о том, что дальше будет с Россией, что дальше будет с Украиной, что дальше будет с миром вообще. Никто не может предсказать. Повернуться это может куда угодно. Но наша с вами задача, как мне кажется, состоит в том, чтобы мы с вами здесь и сейчас. Вот сейчас у нас месяц Адар, последний месяц года. Пурима это последний из праздников, потому что хронологически он последний, из тех, кто описан у нас в Танахе. И это подобно тому, как конец ночи предшествует рассвету, так же история Пурима предшествует рассвету, мессианскому рассвету. И вот это время сейчас. Это время пришло. Помните, как все? Я ждал это время, и вот это время пришло. Да? Те, кто молчал, перестали молчать. Будем надеяться, что так оно и будет. Поэтому мне хочется всем нам пожелать, чтобы эта победа, Пуримская победа, она оставалась с нами. Тут есть еще один маленький секрет. В конце, который, я думаю, для нас очень важен в этот шаббат. В этот шаббат мы с вами читаем Паршат Захор. Захор это помнишь, что сделать и Амалек? Не забываю о всех поколениях. Интересно, что память это еврейское понятие, история это греческое. История это his story, да? Ну, полушутку, полусерьез. Историю записывают как нечто, что, в общем-то, напрямую к нам отношения не имеет. У нас есть понятие памяти. Есть современный израильский историк Керушалми, который так и написал книгу, она называется Захор. Захор. Вот здесь она впервые встречается, Захор. Во всех поколениях мы с вами ведем борьбу с Амалеком. Причем, как говорят мудрецы, Амалек находится не где-то во внешнем мире, он там тоже, конечно, находится, мы это видим постоянно. Но он находится в том числе и в нас. И поэтому эта борьба с нами до самого прихода Машеха. Это тот самый Амалек, который мы должны себе победить, преодолеть. И чудо Пурима нам помогает это сделать, помогает нам найти силы. Колоссальный секрет еврейской живучести это наш великолепный оптимизм и чувство юмора. Смотрите, сколько чувства юмора в Пуримской истории. Вся эта история это одно сплошное чувство юмора. Казалось бы, можно это было историю описать и сделать из нее такую, знаете, слезы лить, там страшные вещи происходили. Совершенно по-другому можно было эту историю изложить, но это история великого чуда выживания еврейского народа, который на самом деле всегда оказывается мудрым. И вера наша в то, что завтрашний день обязательно должен настать, просто потому, что сегодня мы с вами что-то сделали для того, чтобы он настал. И поэтому мне хочется всем нам пожелать, чтобы действительно у нас с вами у всех был замечательный завтрашний день, чтобы в этом году Пурим прошел что называется одухотворенно, да, осмысленно и весело, и весело. Потому что веселье это наш ответ всегда. Веселье и радость это наш ответ всем тем, на протяжении истории, кто пытался нас уничтожить. Друзья, лыхаем, у меня чай, но на чай тоже можно сделать лыхаем. И всем замечательного Пурима и замечательного праздника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok